Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. И сегодня у нас тема война в Солнечной системе 15 000 лет назад с Убеком. Находение Ассибета на колонию Бурхада в Солнечной системе. И сегодня с нами присутствует непосредственный участник этой войны Аштар Ширан, представитель цивилизации Сириус и представитель цивилизации Силбета, историк, специалист по древней истории планеты Силбет, значит мне чуть больше 15 200 земных лет. Наша раса, тело нашей расы может существовать в физическом мире около 25 000 земных лет, но это, как он говорит, максимальный срок, то есть это тот максимальный срок, который зафиксирован на нашей планете, в нашей расе, да. Значит части моего имени обозначают Аштар, обозначает, вот он мне говорит Аштар, это у них так одно и созвездие называлось, которое у нас называется, ну да, хорошо, между созвездием Тельца и созвездием Ориона, вот такое вот место на небе, это у них называется Аштар, а Ширан это у них называется, ну как гость что ли, как пришедший с этого созвездия, потому что, когда он там родился на своей планете, да, хорошо, когда я родился на своей планете, мои родители, они ну как бы точно знали мое предыдущее воплощение, потому что мы в духовном мире общались, поэтому они меня назвали, Аштар это как-то не созвездие, ну не просто звезда, а именно название созвездие. Ну у него рост около, опять же, от метров 8, так, ну так лично я 2 метра, ну да, 2 метра 20 сантиметров, у него такой вот длинный, ну как удлиненное такое лицо, такой вот удлиненный череп и у него такая желтоватая кожа, глаза у него серые, вот он сейчас показывает, руки-ноги, вот как земля, только вот они, ну вот такое более, ну крепкое такое сложение, ну он говорит, у него было 3 семьи, но жены у него, ну как раньше уходили в духовный мир, потому что он выбрал остаться в этом воплощении, а они выбирали уходить дальше, и у него больше 30 детей, 38 детей. 10 девочек, соответственно говоря, 28 мальчиков. Да, моя родная планета находилась в целости и сохранности, но после вытеснения противников из пределов Солнечной системы, как война продолжалась с другими участниками, которые были на стороне Межзвездного Союза. И в этой войне, именно уже после событий в Солнечной системе, силбетовцы направили, ну как основную основную ударную силу против планеты моей цивилизации, ну потому что они сейчас, потому что они как бы продолжали эту войну, и раз мы были на стороне Межзвездного Союза, то вот они решили напасть на нас, потому что, во-первых, Сириус, он ближе к Земле, ну да, к Солнцу, и там была сосредоточена основная, ну как бы, ударная сила. А во-вторых, Сириус, он как бы ближе к их планете, к силбету, чем Бурхар. А моя родная планета, она считалась, ну как основным союзником, поэтому вот он тоже была разрушена в этой войне. Ну он говорит, ему 127 земных лет, он, ну он уже работает, он да, 127 земных лет, он выглядит, ну рост у него, ну да, ты пониже. Сколько тебе рост? Он говорит, метр, около метр восьмидесяти, там метр семьдесят, с небольшим, то есть он как небольшой еще. Ну у вас такие бывают, я помню, да. Да, я помню, что он вас может увеличить. Так, и у него кожа тоже у него серо-зеленая, такая вот чешуя на лице, но она у него более светлая, причем вот теперь она у него как-то коричеватая была, а у этого более светлая. И у него глаза вот такие узкие и внутри темные. Ну, рот без губов и вот так вот нос, вот так вот две какие-то впадины вот так вот туда. А что ты помнишь о начале войны? Да, вот через двенадцать тысяч лет. Мне тоже интересно. Сейчас. Ну он говорит, что он узнал об этом как из сообщения бахаасов, которые послали его на Сирию. Он узнал из сообщения, которые приняли передатчики. Он в этот момент, он говорит, я находился в космосе, на окраинах своей системы. Какой я, ну, по-вашему, какой я был тогда, занимал звание? Ну так, мне сейчас сложно найти аналогию. Ну, я руководил группой из семнадцати кораблей, которые, они не были как военными, но, строго на все слова, они как были, скорее, охранными от, ну, как у вас говорят, галактической службы безопасности. Одно из подразделений этой галактической службы безопасности, которое было в космосе. И я в это время руководил группой из семнадцати кораблей. Как вам и вами, и у вас это соответствует? На каждом корабле было, ну, где-то от тридцати восьми до пятидесяти двух участников. Да, у моих слушающих в то время, он погиб в этой войне, он получил это сообщение, и он как бы передал мне. И он мне, как сейчас, он мне сейчас рассказывает, что пришел, передал, как, ну, голосом, не сообщением, а пришел, сказал. И мы, а, да, какая была моя первая мысль? Ну, моя первая мысль была, ну, как, немедлитние минуты, он говорит, лететь, потому что я прекрасно знала, да, лететь в Солнечную систему, я прекрасно знала о том, какое оружие может быть у Сулпета, тем более они, ну, были одни из лучших физиков, и исследовали, у них были серьезные исследования в области дематериализации, как, физических объектов. И я прекрасно знала, что не все, а, да, я даже не то, что подозревала, я знала прекрасно, ну, зная Сулпетовцев в то время, я прекрасно знала, что они не все, не все свои успехи в этой физике докладывали в Межвездном Союзе, то есть у них было какое-то секретное оружие, которое даже мы могли не знать. Поэтому я понял, что они его, конечно же, будут применять, раз они пошли на эту войну, и я незамедлительно приняла решение лететь и только дал такой сигнал, чтобы как бы все корабли за мной последовали, и уже, ну, я уже не рассказывала остальным, потому что остальным я уже рассказывала на месте, они просто как за мной появились. Это когда я там появился, там уже был бурхарский корабль военный, они просто как ближе оказались, и, ну, он там был, но мы появились как с другой стороны, как Солнечную систему. Ну, можно сказать, через, может, минут пятнадцать, ну, то есть, пока все корабли собрались, они же там в космосе, в пространстве летали, из моей группы нужно было выстроиться в определенную, можно сказать, фигуру, отойти друг от друга на определенное расстояние, чтобы включить гравитационный двигатель одновременно. Труард, да, хорошо. Он говорит, ну, я как представитель своего мира, я изучала этот период истории, и первое, что я хотела бы передать через контактера Международного Союза, это свои искренние, ну, как соболезнования и извинения за тот ущерб и тот вред, который был причинен вашей расе и всем расам Международного Союза, моими предками непосредственно. И, да, хорошо. И он говорит, я изучал, ну, как, можно сказать, по-вашему не книги, а вот как документы, где вот был написан, только они не в бумажном виде были, а вот как он смотрел в машине какой-то, в электронном, как, приложении, да. Какие были стратегические и тактические цели и почему решили они, что победят? Я сейчас прошу. Их стратегические и тактические цели были, ну, как, стереть с земли и с ее колонии вообще человеческую расу. В то время та группировка, которая пришла к власти, они долгое время говорили в идеологии, они ввели в идеологию Силпета такое понимание, что сочетание генов, которые произвел Международный Союз для гибердизации Земля, оно как, во-первых, оно как опасно для, ну, будет для всей галактики, когда они выйдут в космос, а во-вторых, они как, ну, не допустили Силпетовских ученых создать по-настоящему, как бы, важную расу, потому что считалось, что антропоморфных гуманоидов и так много в галактике. А раз томисовцы открыли такую планету, где была такая разнообразная именно рептильная жизнь, ну, рептилоидов, да, рептильных существ, я имею в виду неразумную форму, то они, как бы, должны были дать шанс этим ученым на вот такое вот производство, даже хотя бы отдельной расой. Но отказ Международного Союза расценивался этой группировкой таким образом, что, как бы, ну, можно сказать, унизили расу рептилоидов. О чем я сейчас так говорю. Понятно. Я хочу спросить, а чем, почему рептилоиды считали опасное такое смешение? Чем опасное такое смешение, по вашему мнению, было тогда? Да, потому что они считали, что, ну, именно томисовские, брухарские гены, как бы, они совместимы с приматом, а вот еще субетовские, именно 5%, то они, как бы, будут мешать развиваться, ну, как бы, разумным духом правильно. То есть он будет, он будет как бы больше зациклен на материальных ценностях, именно из-за того, что такой процент у мисовских и брухарских генов, там же еще была генная карта, и там изучалось, какие именно гены изменены, ну, какие именно гены введены, за какие, ну, можно сказать, белки они отвечают. В том числе в строении нервной системы, в строении гормональной системы. И им, поэтому было предложено этим, как бы, ученым, бурхарцам, да, было предложено увеличить процент генов рептилоидов, чтобы нивелировать это, ну, как бы, сочетание бурхарцев, бурхарских и тюрьмисовских генов с приматами. И, ну, проще говоря, чтобы, как бы, вырабатывался такой новый гормон, это совсем, если проще говоря, чтобы он не мешал, как бы, духу проявлять свою духовную природу в этом теле. То есть они посчитали, что мы слишком материальные будем? Ну, да, они в то время считали, ну, как бы, учили, не только считали, они учили, как бы, народ силбетовцев, когда пришли к власти, они учили народ силбетовцев, что лучше, как бы, уничтожить сейчас, даже прекрасно понимая, что они столкнутся с Межзвездным Союзом, и, как бы, лучше уничтожить сейчас, чем, когда они выйдут уже в галактику, как бы, в космос, когда их примут в Межзвездный Союз, Они могут дойти до стадии, когда они временно не будут воевать и выполнить все положения принятия в Мертвенный Союз. Но когда они выйдут в Галактику, все изменится, и они будут как тайными преступниками, что ли, вот примерно вот так. Они даже понимали, что они как бы тоже погибнут в любом случае. Особенно первые силбетовцы, которые летели, они же понимали, что все равно будут с ними воевать. И они как бы считали, что наоборот, они уничтожали, и даже могли сожалеть о том, что они как бы разумных духов уничтожают, воплощение. Но они в любом случае обвиняли в этом Мертвенный Союз, что именно он таких создал. Ну и самих земля. Именно поэтому было нападение не только на Землю, но и на Венеру, и на Марс, где были, ну как сказать, колонии землян, где они тоже жили. Именно вот по этой причине. Потому что там тоже жил этот вид. И, ну, некоторые военачальники и ученые, и за ними военачальники надеялись, что после такой вот атаки и после прекращения войны, если она, ну, если она, это какой успех ожидался? Успех ожидался уничтожения, ну, как бы гибридов. Что как бы не выживут они в должном количестве для того, чтобы опять жить на Земле. И еще поэтому было применено оружие, которое как бы отодвигает орбиту Земли, что если вдруг Мертвенный Союз опять решит создать этих гибридов, чтобы они уже попали в такие условия, которые, ну как, не соответствуют тем, которые были изначальны. Поэтому было применено именно такое оружие, там, а не лазерные лучи, которые сжигают там города. Ну, и такие были, но в основном было геофизическое оружие. И почему им не удалось уничтожить всех, ну, то есть почему не этой цели? Они еще воевали какое-то время, но это уже в галактике, то есть с другими расами. И были колонии сил Берта, которые как встали на их сторону, ну, не все, некоторые вообще не участвовали в этой войне. Ну, в любом случае, ну, они, конечно, не рассчитывали, как победить, как весь Мертвенный Союз в этой невозможной. Ну, это было много форсовской организации, они тоже технологически развиты. Они на это и не рассчитывали, вот, именно, чтобы победить. А дальше, почему продолжали войну, ну, они сопротивлялись, чтобы те военные, которые уже начали войну, они уже, естественно, не хотели сдавать Мертвенный Союз, они продолжали эту войну уже до конца. Это заложено в самой природе духа, ну, а тем более тело рептилоида, оно выделяет такие гормоны, которые уже, как бы, не позволяют ему сдавать. Он думал, что он даже понимает, что он проиграет, он, ну, как, не проиграет, а как он погибнет. Он будет в 130 лет, пока, там, можно сказать, до последнего отряда, пока они уничтожены. Не ожидали, во-первых, что так быстро, как вывезут на базы, и что вот так быстро вывезут с Земли на лунные базы, да еще будут вывозить, как флору и фауну. Но когда даже увидели, что вывозят с флору и фауну, как с таких камер, что ли, вот как они на экране наблюдаются, убедаться, они увидели, о, говорят, они вывозят с флору и фауну, и теперь у них времени не останется на людей. И они, как их в полете, ну, пытались в полете на Луну, как на лунные базы, когда вывозили, они пытались их атаковать. Но к тому времени, как начали вывозить, к тому времени, как начали вывозить, то уже прибыли, уже много кораблей Межзвездного Союза, и корабли-силбета были отвлечены на эти корабли Межзвездного Союза военные, и они как там, они как воюют, во-первых, они выпускают как такие лучи, но они могут ставить такое поле в защиту, и они могут, ну, как бы, долго вот этими лучами, ну, как обмениваться, пока это поле этого корабля не потеряет эту защиту. И они были отвлечены вот на этот вот поезд прибывшими, во-первых, прилетели уже из Сириуса, то есть из команды Аштаров, они тоже участвовали в защите Земли, и поэтому субетовским кораблям не дали по пути сбивать вот эти вот корабли, которые перевозили людей, хотя там 35 кораблей таких было сбито, ну, именно с людьми уже, но остальные нет. Ну, конечно, они, ну, конечно, они понимали, и даже они говорили, ну, как, заранее своих, ну, конечно, в школу летом, ну, не учили, а в таких каких тайных посланиях своему, ну, народу, как бы, о своем языке, на своем языке и так далее, они учили, что вот за это, что мы нападем вот на эту угрозу нашей галактики, да, нас исключат из Межзвездного Союза и как-то подготавливали, что они должны быть готовы. То есть такие данные есть в нашей истории. А, почему было выше, допущенную такая война, да, хорошо. Ну, Труар говорит, что, ну, у нас нет подобных религий, просто у нас есть учение о духовном мире, и я скажу так, что те духи, которые воплотились во времена этой войны, они в любом случае, как бы, знали, что они в ней воплотят, и что они будут там участвовать. Для чего им нужен был этот опыт? Ну, вот я могу сказать, этот опыт им был нужен для того, чтобы, вступая в эту войну, в другой расе, они, даже умирая в, можно сказать, физических мучениях, умирая вот в этих вот негативных эмоциях, чтобы они научились, ну, можно сказать, не то, что научились, а приобрели способность, ну, в последний миг отпускать вот этот вот негатив на своего врага, чтобы потом не воплотиться, как бы, в его расе. Вот такой аж интересный момент. Так, ладно, Аштар. Ну, Аштар говорит, он считает, что Бог допускает, ну, это про воплощение, ну, как бы, понятно, действительно, духом показывают, где они воплотятся, да, но он считает, как бы, ну, немного для другой цели это все происходит, ну, как бы, допущение Богу, для того, чтобы, ну, последующие поколения, другие, другие люди, другие гуманоиды, которые будут жить на планетах, как пример, увидели, как бы, ну, что, к чему приводит нарушение божественного закону. Ну, уже, как бы, увидели на примере. Ну, Аштар говорит, я, эти, которые сейчас в Бетовце живут, там уже не осталось свидетелей непосредственно. Воплощенные, как бы, возможно, есть. Я не исследовал духовную историю воплощения каждого там из них. Это не входит вообще ни в мои интересы, ни в мою задачу. Я занимаю своим делом, как бы, охраны границ Солнечной системы. И в любом случае запрос о духовной истории, он должен быть в согласии этого существа. И, ну, и мне неинтересно выяснять именно историю каждого из них, потому что я заняты по своим делам. И у меня не может быть, даже если они воплощены, эти духи, даже если они воплощены на силбете, у меня не может быть к ним никакой неприятен. Потому что я прекрасно понимаю, что они как бы уже прошли вот этот вот урок, раз они уже ушли из воплощения, им уже показали в духовном мире, почему они так поступали и какие именно качества их духа привели их вот к этой войне каждого из них. У них там была возможность как отказаться, уйти просто в сторону, и соблюдать на интервьюте. Но в любом случае они нас не отказали, что каждому из них индивидуально показали. А я не судья, чтобы судить каждого из них, я просто, ну как защитник. И я прекрасно, вот когда я сейчас слушал Труара, и то, что он говорил, я об этом знал, ну то есть из сообщений других там силбетов, как они настраивали друг друга против гибридов. И я даже понимаю то, что каждый, ну как бы рядовой силбетовец, он действительно верил, что он как-то выполняет добрую роль в галактике, можно сказать, даже для самого Межзвездного Союза. Но он говорит, я считаю, что они ошибались, потому что все же, ну я как видел выкладки этих ученых именно с генной картой, и я считаю, что они ошибались в том, что именно вся раса будет как-то патологически не равна другим расам в том, что проявление духовного, духовного я, духовного то, что вы называете божественный свет и так далее. И примером того, что они неправы, служат многие люди, ну как бы на Земле, которые остались этими гибридами, это первое, которые, живя на Земле даже в таких условиях, без Межзвездного Союза, без законов справедливых, в идеологии общества, разрешающей, одобряющей даже насилие, в тех, присутствуя в своей астральной части, в тех эгрегорах, которые несут негатив, эти люди все же смогли подняться до тех высот Духа, которые, ну как бы доступны, ну не многим в галактике, это вот, например, то, что вы называете святые, даже находясь в этих условиях. Уже я не говорю про генетику, а просто даже находясь в этих социальных, общественных, экономических и астральных, так сказать, условиях, потому что там очень влияет астральная атмосфера. Он еще говорит сейчас, планеты Тесару, это тоже пример, они все-таки вошли в Межзвездный Союз, и никакой опасности от них нет, то есть, ну они ошибались, а они имеют как вашу генетику. Сейчас. Но представители именно Межзвездного Союза, ну погибла, сейчас я скажу по данным, вот аштар говорит, ну я как бы помню, просто я уже тогда, ну когда это все было известно, да, когда уже после войны, когда были подсчеты потерь, я просто как слышала эту цифру, погибло около 55 тысяч представителей Межзвездного Союза, и около, может быть, ну 40 тысяч силбетовцев и представителей колонии. Почему мало представителей Межзвездного Союза? Потому что их было больше, и они как бы больше побеждали силбетовцев. Атмосферских кораблей, они прилетели уже позже, ну практически силбетовцевские корабли уже, ну как бы мало оставалось в том числе, но они принимали участие, ну уже там не основное. Ну, говорится, что вот динозавры были, вот он мне сейчас картины показывает, я правда не знаю, какие, может быть, ну не все виды, которые вы открыли, но динозавры на земле были, и как бы люди с ними жили, ну, по-соседству. И, ну, планы первоначально были такие у силбета, но раз они уже начали воздействовать таким геофизическим оружием, которое было несовместимо с жизнью этих вообще любых крупных организмов, потому что динозавры погибли в первую очередь там от изменения атмосферы, от того же изменения климата. которых не успели вывезти, а млекопитающие, вот, которые были, ну не все, но которые были, которые как бы не то, что спрятались, а которые сумели пережить эту катастрофу, они некоторые остались в жизни. А динозавры, вот именно крупные виды, они как бы не остались. Да, они от войны погибли. Ну, он говорит, что после появления нашего флота, не нашего, моего отряда, после появления моего отряда в Солнечной системе, первое, что мы сделали, это как полетели на орбиту, ну вот где сейчас находится пояс астероидов, так как мы там зафиксировали на применение оружия. И когда мы, ну как бы туда пролетели, там уже, ну оно уже произошло, ну это как бы взрыв. Мы только увидели последствия. И мы сразу же, я не следила за временем, но мы сразу же вступили в, ну, в борьбу с теми кораблями силвета, которые были, и они еще пребывали, как бы, ну как бы другие. И тут я уже как бы не следил за временем, и при мне, да, сейчас, он мне просто сейчас просто картины показывает и сочетает это по словам. Так, первые сутки. Ну потом мы, да, сейчас очень коротко расскажу, потом мы, ну как бы, да, переместились мы к земле, чтобы прикрыть отход кораблей, которые перевозили людей. А другие брухавские корабли уже перевезли к этому времени жители Венеры. А уже когда Марс уничтожили силветовцы, это мы были, опять же, на другой стороне Солнечной системы и не допускали другим кораблям силвета ну, войти в Солнечную систему, потому что они не давали потом Бурхавским войти как на окраину, вот так, как на окраину. Ну, были посланы не миссия, как это назвать, ну, вновь как дипломаты, но они не сразу были посланы, потому что сразу силвета, он был готов к нападению Межзвездного Союза, и поэтому туда корабли не посылали. Но были попытки связаться с ними, ну, там, поговорить по Межзвездной связи, не у нас, а у Бурхавцев, у политиков, у политиков Межзвездного Союза, но эти попытки, они окончились ничем, с силветовцы, они просто, ну, как бы, не отвечали, или отвечали тем, что, ну, да, они, они несколько раз ответили, что вот, ну, вот то, что вам говорил Троа, нашим гибридам, Ну, он говорит на войне, когда, тем более, да, в космической войне, невозможно не применять такое оружие. В любом случае, хоть ты отдал приказ, что хоть ты сам его применил, но последствия это одни и те же, потому что, гружественно, понимаешь, что хоть твое слово, оно убило, там, разумное существо, или, там, твоя рука нажала эту кнопку, это практически для души, это одни и те же последствия, что привело ли это к снижению моих вибраций, но, как я сам ощущал в тот момент, это привело меня не то, что к снижению вибраций, это привело, да, к некоторому снижению вибраций, но не из-за того, что я убивал, защищая, как бы, беззащитных людей, которые погибло, вы сами знаете, так много, это привело меня к снижению вибраций из-за такого некоторого уныния, что так поступают разумные существа, но я имею в виду сейчас суббеку, ну, я знала, конечно, их идеологию, вот то, что, ну, как бы, они будут опасны, эти гибриды, и, ну, он говорит, как были попытки воздействовать на меня, то есть мне присылали такие, как типа сообщения, чтобы я перешел на их сторону, ну, что, как бы, я им поверил, что они действительно представляют опасность, ну, как бы, защищаю я потенциально опасных существ, которые потом мою расу приведут к уничтожению вагнорм. Только, вот, но это приводило меня к унынию, потому что, во-первых, эти, ну, и тоже, как бы, присылали мне все эти обоснования, которые говорил Труар, Ну, я, когда с ними знакомился, я был в недоумении, как они не понимают, эти силбетовские ученые, как они не понимают той простой истины, что именно Дух, который воплощается, он по природе своей, он как властер над тем, ну, какая бы генетика, там ни была, ведь практически все цивилизации прошли через опыт воин, и гибридные цивилизации, и которые из естественных, из естественных, да, получились путем естественной эволюции. Но в течение времени общество отказалось, отказалось от этих войн, отказалось от несправедливых законов, потому что духовная эволюция, она способствует социальной эволюции, и наоборот, соответственно говоря. Ну, просто дали бы больше времени этим гибридам, но вот так вот уничтожать миллионы разумных существ из-за тех идей, опасения того, что будет в будущем, я впал в уныние, как бы долгое после войны, после того, как я, ну, узнал, что как бы целая раса в это верит, ну, большинство из этой расы. Кутисы, но других частот вибрации, все, что они видели, это как, ну, как множество духов из плотных тел выходит и уходит в духовный мир. Ну, это они на уровне энергии видели. И это сопровождалось выбросом энергии, ну, жизненной силы. И потому что, когда быстро выводишь дух из воплощения путем убийства, его дух выходит, а тело остается еще полной жизненной силой. Оно же не источнено болезнью или старостью. И когда миллионы гибнут, то там как бы целый облако такое образует вот этого жизненной силой, которая, ну, как бы еще не сразу, а постепенно выделяется из тел. Дольше, чем при естественной смерти. И большинство из этой жизни, большая часть из этой жизненной силы, она была заряжена именно, там, негативом, страхом, гневом на силу ветоксов и так далее. И те низковибрационные плазмоидные цивилизации, которые могли усваивать эту энергию, они ее, ну, ну, как бы питались ей. Есть же многие плазмоиды, я не знаю, рассказывали ли вам представители Межзвездного Союза, а должны были, ну, я скажу про плазмоидов. Многие плазмоиды, которые переходят на паразитический образ жизни, они так любят эту энергию, которая выделяется из человека, когда он испытывает негатив, что они могут, ну, вызывать в человеке при контакте с ним нечто вроде галлюцинации, по вашей медицине, и эти галлюцинации будут подталкивать этих людей, как самовыслов. А именно потому, что если человек убьет свое тело, то какая-то часть все равно этой жизненной энергии уделится. Такие есть. Прошлое. Межзвездный Союз, его представители воспитаны так, что каждый дух, он не смотрит на себя просто воплощение, а он живет этой жизнью, как бы этим воплощением. Понятно. У нас нет даже такого понимания, что там, например, ну, как вы говорите, там, сходить в прошлой жизни, или еще что-то, это для нас, ну, как, не то, что пустое развлечение, а, ну, никому не нужно, это просто никому не интересно. А вообще более не нужно, основать про других. Сейчас мы еще с вами с Гаскалом, с планеты и слеп. Иисус Христос, он был, значит, ну, во время войны, это еще до Яфы, в любом случае, ну, во время войны, ну, по крайней мере, по мнению Бурхаза, я разговаривала с Бурхазом, он как бы не воплощен. Ну, Люцифер, он тоже не воплощался. Ну, уже долгое время. Воплощался ли, ну, воплощался ли он именно 12 тысяч лет назад, неизвестно, но известно, что он долгое время уже не воплощает. Вот это то, что неизвестно из духовного мира. Ну, он говорит, были примеры героизма, и в том числе, и среди не только Межзвездного Союза, но и среди землян, то есть, вот, которые вывозили с планет, и те, которые, те, которые запирали, представители Межзвездного Союза, и те, которые земляне собирали, ну, там, других людей и образцы флора и фауны в эти корабли. И там были примеры героизма, много их было, потому что они высаживались на поверхность планеты и помогали этим людям. Они как бы остановили, они выходили из-под защиты именно этих кораблей. Можно было поставить защиту поля, но не всегда на это как бы находилось время, и они быстро и энергии кораблей даже не хотели тратить на это, они хотели как бы на полет поставить. И они как бы фактически без защиты под обстрелом, можно так сказать, они проводили эти люди. Ну, то есть, таких примеров много было. И даже, когда силбетовцы, вот, ну, они высаживались тоже на поверхность планеты и, ну, таким оружием, вот, как вот он мне показывает, как вот такой луч, который не сжигает людей, а вот как разрезает их. И вот они их использовали как такой, не то, что меч, а просто такой луч, такой тонкий, такой синего цвета, его даже не всегда увидишь в воздухе. Ну, выходили, и сами силбетовцы выходили в таких защитных костюмах, в которых уже были встроены эти, как бы, защитные поля от, ну, от оружия механического воздействия. А бурхатцы, да, люди и представители моей расы тоже были, хоть меньше, но были. А они в предзащитных костюмах выходили, ну, потому что они как бы спешили вывести, и не у всех они были вообще. Ну, а что Бальц, он говорит, я вхожу, моя цивилизация входит и в Романтическую Федерацию Света, которые, многие из которых, но я хочу подчеркнуть, не все представители придерживаются к этому мнению. Ну, и Мирзвездный Союз. И здесь я хочу сказать так, моя позиция и мое отношение к вмешательству. Ну, я знаю историю тех цивилизаций, которым, ну, которым были подобные вмешательства, то есть восстанавливали воины представителей Мирзвездного Союза, как это раньше было, еще даже до создания Земля. Останавливали воины, приносили как свои знания о строительстве городов, ставили своих правителей, были такие примеры. Ну, вот, насколько я помню, такие планеты, либо они утрачивали свою самостоятельность, ну, как разумные цивилизации, и полностью становились протекторатом Мирзвездного Союза не самостоятельными партнерами. Либо они через два-три поколения минимум в их среде возникал такой, можно сказать, заговор о самостоятельности и свержении этих представителей Мирзвездного Союза. Ну, начиналась там явная или что еще хуже скрытная борьба с ней. То есть, такие вот нежелательные вещи происходили для духовного развития тех и других. Ну, вот, моя вот личная позиция в том, что в любом случае сейчас вмешиваться не стоит, потому что нужно дать цивилизации земной пройти свои уроки, как проходили их мы все. Никому, никакой цивилизации не было легко прийти, например, к существованию без воинов. Тем более, к существованию бессмертных казней и всего остального. У нас тоже есть тот же самый дух, который испытывает те же самые чувства восстановления нарушенной справедливости и так далее. У нас это тоже все есть. И прежде чем планета как цивилизационное сообщество выработает в своей среде, в своей ноосфере идею о том, что жизнь воплощенного разумного духа бесценна, эта цивилизация, она должна пройти довольно жесткие уроки по потере многих своих представителей. иначе они как бы этого не поймут, если им просто это говорить. Аштар Шаран говорит, я обращаю сейчас каждому жителю земли, кто смотрит актера, Ирину, и хочу передать через нее, что я нахожусь так долго в воплощении, потому что моя миссия не закончена по защите этой планеты, и я вообще поставила себе цель выйти из воплощения и уйти в сведующее, только когда Земля будет принята в Мерзвездный Союз. И у меня последний вопрос Аштару, Аштара, ты не боишься потом воплотиться на Земле? Нет, я не боюсь ни воплотиться ни на Земле, ни на Силбет. Представители планеты Силбет, именно героизм, да, они проявляли его, но это было как уже не Солнечной системе, потому что там они были гораздо лучше подготовлены, да, и у них было больше военной силы. А вот когда уже в Галактике, не Сириус, а уже как бы позже, ну, уже когда их начали ну, как бы уничтожать, ну, не уничтожать, а их сначала не уничтожали, предлагали им, ну, соответственно говоря, перейти на сторону Мерзвездного Союза, но они прекрасно понимали, что любой из этих военных, он будет отправлен как бы на планету преступников, потому что он принял участие в войне против, ну, как бы беззащитных существ, которые не могли дать их порт. И они, в чем их было героизм, они, когда их осталось мало, и у них уже, ну, не было возможности сейчас, например, Кончалов, ну, что-то там, энергия для оружия, если так проще, угрожа, они тоже шли и на тара, на столкновение, и были такие, которые там себя убивали, ну, чтобы не попасть к представителям Мерзвездного Союза. Дело в том, что кто из Мерзвездного Союза на сторону Слубета, но чтобы вот так прям переходили, таких случаев не было, потому что они, ну, представители Мерзвездного Союза, они ну, которые, как бы, молча поддерживали идеологию, такие, на то, что молча, они вступали в войну, а просто, как бы, поддерживали. Они такие были, но в реальные военные действия они не вступали, ну, исключая колонии за Слубетов. А те Слубетовцы, которые перешли Мерзвездный Союз, конечно же, они не воевали против Слубетовцев, потому что никакой военачальник, он не пустит воевать в серьезную битву того, кто перешел со стороны врага. Это уже такая психология существа, которая может перейти обратно уже и будет и пожертвовать жизнями уже новых союзников. Это никому не нужно, его и просто нельзя. Ну, на Слубете и когда они при, когда уже было окончание войны, представителей Мерзвездного Союза, ну, там уже Аштара не было, там представители Бурхада, там уже были представители Туми Соута, там уже представители были ну, да, колонии Бурхады, да, колонии Бурхада, вот эти вот связи, они как бы приземлили, ну, опустились на Силбет и еще там какое-то время война продолжалась и когда их уже, ну, может, так окружили и подавили сопротивление, уничтожили там оружейные точки, вот где они там были, с чего они селены, то уже потом они ну, как, не то, что обездвижили, а, да, лишили возможности двигаться, вот, есть такой, ну, как такой вот прибор, который воздействует на нервную систему, их отвезли уже на собрание Межзвездного Союза и, соответственно, говорят, там уже с ними работали представители Межзвездного Союза, в том числе были и привлечены не только ну, в Межзвездном Союзе там нет судей, да, у нас, там есть представители ну, вот как у вас как психологи, что ли, то есть как-то разбирали почему так лучше и ученые в том числе генетики, которые разговаривали с этими учеными, с юбетовцами, которые были за уничтожением, ну, как-то что-ли пытались переубедить или приводили свои долги. Ну, и лично я таких тенденций на своей планете не знаю, те немногочисленные группировки, которые продолжают заступать за уже не за уничтожение как бы землян, а за их ограничения, в том числе в космическом пространстве, то есть возникают такие идеи, чтобы даже на ваших земных кораблях, как вы называете ракетах, как бы не выпускать вас за пределы земли вообще, ну, устраивать такие катастрофы, что ли. у нас открытый контакт запрещен, то когда вы запускаете космические корабли, то устраиваете им что-то наподобие естественных поломок. Есть такие представители, потому что считают, что куда они могут летать в космос, если еще не решили проблемы на своей планете. и даже есть такие, которые вы видите, они используют силу своего разума и силу своего духа вот в этом теле, в котором воплотились, и вот эти 5% генов им придает активность, целеустремленность и желание идти до конца, и они идут до конца во всем, в том числе в использовании того оружия, которое изобретают в применении против себя подобных. У нас контактеров физически, ну вот просто именно контактеров, чтобы прям был контакт с санкцией нашего правительства таких не было, потому что сначала нас не принимали в Международный Союз, там 250 лет, да, 250 лет, пока не пришли другим, да, пока не пришла та группировка к власти, которая все-таки обратилась в Межзвездный Союз, прошла все проверки и ее приняли. А потом уже восстанавливали, между прочим, планету Силбет, тоже против войны, которую я назвала, там тоже была война. И потом уже наблюдали со стороны просто за землей и были австральные контакты, но это не контакты, это как бы просто частная инициатива вот этих вот судей поступал. Ну, то есть без разрешения правительства, правительство не обращало внимания, он и не назначало, и в то же время не назначало туда специалистов. Да, они могли видеть и могли потом передать то, что вот война нам драконы видны. То есть естественно они не то, что могли видеть, они видели и это же все на виду было, ну, как драконов подобных, как рептилоидный ра, да, представители рептилоидных ра, высокие, можно сказать, ящероподобные. Ну, мне показывает место, как вот Гималайи, только вот южные. И что там как будто не было таких высоких гор, они как бы были как ниже намного, если так что высокие, потому что как поднялись вот от этих катаплизм. И там как вот такой город, вот как у подножия этих гор еще те с южной стороны, вот, а он почему-то город расположен вот так кругом. И такие вот серые дома, и эти самые серые дома, они сейчас скажу, как-то вот с такими вот толстыми стенами каменными. И вот так вот вот эти улицы, они как лабиринт, что ли, напоминают. Вот так проход, потом вот такой тупик. Но он сейчас сверху показывает. И это как был один из городов. И эти жители земли того времени в этом городе, они как бы жили внутри этих стен. это как бы дома. Они вот такие толстые. Сверху проходило вот такое какое-то окно или кан... Да, в том кислоте поступления воздуха и окно. И вот они как бы жили. Ну как бы отдельных там их не было. такой как стена. Силбетовцы они сейчас он сейчас с картином показывает не умеется это я сейчас Ну что Силбетовский корабль он сейчас показывает в виде такого как шара ну не шара а вот такой как овал он как бы приземляется на три опоры не посреди этого города а как бы на крыше что ли вот так вот эти крыши плоские и оттуда выходят пять силбетовцев и вот этими вот у них такие вот в руках как трубки из которых выходят тонкие синие лучи и они проводят по воздуху и эти лучи разреждают начальство и именно тех которые санкционированы на правительство планеты нет если кто-то и летал на силбетовских кораблях и землян то это только по желанию самого силбетовца который прилетал как исследователь ну по подсчетам да хорошо да Медгостралов сейчас они такими мыслеформами обмениваются он говорит что Медгостралов говорит ну как бы на 56 процентов уменьшилось разнообразие видов растений и животных после этой войны он говорит я обращаюсь тоже к каждому человеку земли тоже да который меня смотрит и хочу от всей нашей расы ну как бы передать вам что как и говорил Аштар чтобы вы вторее вошли в Межзвездный союз и как бы прекратили ну прошли вот этот вот прошли вот этот период своей истории который нас разделяет и действительности я хочу вам передать что многие представители моей расы сожалеют о том решении которое было принято и школах в наших школах учат что это была ошибка силбета которая откинула нашу цивилизацию и в духовном и социологическом плане на тысячи лет назад хотя это прошло всего там 250 лет 250 лет без Межзвездного союза но в социальном и духовном смысле она откинула нас гораздо дальше